Путин прибыл в Азербайджан с государственным визитом, встречался там с Алиевым, с его женой, какие-то они там вопросы обсуждали. Ну, понятно, что Путин обсуждал с ним финансовые вопросы. Азербайджан, конечно, очень интересует и Алиева, и его жену, в том числе финансы, очень-очень интересуют. А Путин в этом отношении для них достаточно хороший, так сказать, подельник. Ну, и кроме всего прочего, те вещи, которые связаны с тюркским миром. Я думаю, Алиев так его промониторил немножко Путина по заданию Эрдогана. То есть, профилактировал его, чтобы там Путин не забаловался и что-нибудь не устроил против тюркских народов. Очень интересная ситуация. Ну, проанализируем, как-то побольше поговорим. Ну, что мне не понравилось, что одновременно с Путина в Азербайджан приехал Павел Дуров. Как вы понимаете, Путин один не ездит. То есть, с ним приехала толпа ФСОшников, всяких хмарей с администрации президента. И не факт, что Дуров с ними не встречался и не общался. И не факт, что он и с Путиным не общался. Очень это неприятный вариант, неприятный факт, что Дуров одновременно с Путиным был в Азербайджане. То есть, если он не общался там с ними, то на его месте не надо было бы туда ездить в это время. Почему? Потому что, ну, будет это неправильно истолковано. Но он поехал. И, значит, все правильно истолковано. Ну, посмотрим, во что это выльется. Ну, нужно включать мозги, что делать. Потому что с Телеграммом работать становится все сложнее и сложнее. ФСБ возбудил дела против итальянских журналистов Стефани Боттистини и Саймона Трайни. Да, журналистов, которые сняли репортаж из захваченной суджи в Курской области, обвиняют в незаконном пересечении границ. А так нет границ. Украинская армия ее сняла. Это вхохочется просто. Да, они должны были съездить в Москву и сказать, можем с украинской армией войти в суджу. Этих клоуны, все эти бастрыкины и прочие. Просто жуткие. И вот сенатор-республиканец Лэнси Грэм заявил, что нам нужно усадить Путина за стол переговоров. И он сядет за стол переговоров, когда боль станет слишком велика. И что президент Байден, немедленно снимите ограничения на использование оружия, которое подставляется Украине. Я не понимаю, зачем Путина сажать за стол переговоров? Не лучше ли его уничтожить? Вот они все мечтают посадить за стол переговоров. За стол переговоров легче всего посадить того, кто проиграл войну. Это самый простой вариант – посадить за стол переговоры. А потом в Нюрнберге за шею. Генпрокуратура объявила нежелательным в России фонд Джорджа Клуни. Это обхохочется. Фонд Джорджа Клуни нежелательный. Был бы прикольно, если бы он по президентам стал. Китай заявляет, что доллар США утратил свое превосходство в мире. 90% стран мира думают о торговле в местных валютах, а не в долларах. Ну, думать-то они могут, потому что их валюта слабая. Да, но другие страны говорят, давайте в нашей валюте. Не в вашей, а в нашей. Менять одну валюту на другую – это очень смешно. Но я понимаю, Китай в этом отношении прав. Может быть, не 90% стран мира, но тенденция очень значительная. Если китайский юань стал второй валютой мира при его волатильности и, в общем-то, непорядочности, мягко говоря, банковской системе в Китае, когда наличие юаня не значит, что тебе за него что-то отдадут. У тебя его просто там, если есть особенно деньги безналичные, да, то тебе скажут, нет, все, ты так под санкциями. Лукашенко в интервью преподаватистом телеканала России заявил, что Украина уже деноцифицирована и что там нет этих нациков. Каких этих, хер его знает, но он пытается, видите, как-то это приласкаться к Украине, да, то есть что он там все за мир, за дружбу, за жвачку. В Бриесте оперативники наркоконтроля там каких-то выловили в особо крупных размерах, те наркотики возили. И вообще очень интересная ситуация. Сейчас вот получили мы информацию, что наркомафия украинская, да, очень плотно сотрудничает с наркомафией путинской, да, потому что у Путина это государственная наркомафия. А лукашенковские, видите, они как-то в этой схеме, то ли они на себя работают, то ли как-то, нет, ну, свои интересы имеют одним словом. Премьер Грузии назвал выборы в парламент референдуму между войной и миром. Ну, иными словами, он сказал, если вы не проголосуете за правящую партию, да, то Путин вам наворочит таких дюлей. Прямо открытым текстом практически. Интересно это. И вот в Таиланде некий голый, тоже, кстати, из России, почему-то вот в Таиланде, наверное, тоже есть наркотики, но, в общем-то, русский только голый пытался изнасиловать корову, этот голый, или быка, непонятно. Но, в общем-то, его забодали, в результате полиция его спасла от этой коровы или быка, и, в общем-то, он остался жив, но, я так понимаю, получил травмы. Продолжение следует...